Юрий Алымов проводит верхом на лошади почти целый день. За смену ему нужно объехать 9 пастбищ. На ферме Тюнина Рогнединского района, так же как и в остальных подразделениях холдинга, в самом разгаре весенние отелы. Детеныши появляются у тех, кто прошел процедуру осеменения в августе прошлого года. Бычки по 25 килограммов, телочки в среднем по 22. И сразу становятся на ножки. В день только на этом поле рождается как минимум 100 черных красавцев. А значит, сотрудники фермы должны постоянно наблюдать за коровами и быть готовыми оказать помощь, если отел проходит со сложнениями. Тут и давление измерят сразу на месте, и витамины дадут, и уколы сделают, если надо. На расстоянии спокойно, я не беспокоить. Лучше посмотрел, я отъехал в сторону, понаблюдать со стороны, как оно. Если трудно, значит, потом помогаем. Если телилось, все, бросаем и бежим. Если вот одна ножка там появилась, значит, завернута, надо помогать. Или там большой плод. За исключением редких случаев, процесс проходит без осложнений. Телята рождаются небольшими, поэтому корова телится сама, без посторонней помощи. Отел проходит в естественных природных условиях, прямо на пастбище. За каждой мамой и ее малышом, а у некоторых рождается по два и даже по три теленка, бдительный присмотр. Если теленок родился слабенький, ему через зонд вливают специальную витаминную смесь, чтобы окреп. Маленькому абердинангусу в день требуется до 10 литров молока. Чтобы корова могла прокормить чадо, ей обеспечивают особый корм. На пастбище посеяны травы нескольких видов. Питание, они питаются травой, весь пастбищный период. Но мы возим им на поле кормушки, в пилуце минеральные добавки и примикс. Там в основном соль, им же соль требуется. Ну и воду, чистую воду. На ферме КРС Тюнина Рокнединского района сейчас 2700 голов материнского стада. Около 40% уже оттерились. На свет появились 800 малышей. Уже в июле пройдет первый прогон скота. Ветеринары осмотрят телят, сделают эмберкование, а бычкам кастрацию. С ростом поголовья увеличится и фронт работ. Необходимо оборудовать новые пастбище, обеспечить контроль здоровья, максимально заготовить кормов. Сейчас, конечно, один из основных моментов – это разработка и введение в оборот новых земель, новых территорий. Компания сейчас на этом очень сильно акцентирует внимание свое. У нас сейчас приобретены французские диски Бессон, тяжелые трактора Джундир сейчас агрегатируются. И очень интенсивно разрабатываются залежные земли. Планы огромные. Нам в этом году, только нашему подразделению, предстоит посеять новых земель более 10 тысяч гектаров. Кормозготовка в целом по компании стартует сейчас уже в конце мая. То есть первые гектары, первые тонны, первые рулоны пойдут уже сейчас. Поэтому мы сейчас тоже готовим свои кормовые отряды. Но, тем не менее, мы не прекращаем работы полевые. И все многолетние травмы будем продолжать 2 августа месяца. Сегодня компания активно осваивает дополнительные территории. Строит новые фермы в Смоленской и Калужской областях. В этом году Мираторг получит крупнейший для отечественной отрасли мясного скотоводства приплод. Более 100 тысяч телят появятся на фермах в Брянской области. Евгения Павлюкова, Андрей Мазунин, События, Рогнединский район.